В соответствии с законом об образовании, в России существует три способа признания иностранного образования. Первый – самый массовый, на основе почти 70 международных соглашений, заключенных с разными странами, в том числе во времена Советского Союза, правоприемником которого является Россия. Соглашения о взаимном признании достигнуты практически со всеми странами СНГ. В список входят также страны Африки, Азии и Европы. В рамках действующих договоров о взаимном признании процедура не требуется, и человек может просто выбрать университет, где его готовы принять, либо предприятие, где ему готовы предоставить работу. А в связи с созданием Евразийского экономического союза в 2015 году не требуют признания и дипломы рабочих кадров всех квалифицированных специалистов, которые едут работать в страны ЕАЭС – Армению, Белоруссию, Казахстан, Россию. Третий способ – экспертиза в соответствии с Федеральным законом 273, которую проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Организационно-техническое сопровождение осуществляет Главэксперт-центр. Что же изменилось за последнее время в его работе? Во-первых, можно заметить, что здесь нет очередей. Были времена, когда люди годами ждали свое свидетельство, поскольку очень долго рассматривались документы и принималось окончательное решение. Сегодня по регламенту срок оказания услуги составляет 45 дней. В реальности процедура завершается в течение двух-трех недель, если для этого не приходится делать запросы в иностранные государства. Портал информационного центра подробно описывает каждый шаг проведения процедуры. Здесь есть ответы на вопросы, что такое признание, что такое легализация. Здесь можно проверить, подпадает ли документ под международное соглашение. А самым главным и очевидным достижением является то, что в соответствии с решением правительства госуслуга переводится в электронный вид. И это несмотря на то, что для проведения признания требуется немало документов. Это и диплом обладателя иностранного образования, и его приложение, и нотариально заверенные переводы. Тем не менее, эту услугу теперь можно получить по интернету. Нужно просто отсканировать нотариально заверенную копию документа с приложениями и отправить через личный кабинет на портале. С 1 января 2018 года на портале Национального информационного центра можно будет оформить электронное свидетельство. Это значительно упрощает процедуру и делает признание более доступным, а российское образование более привлекательным для иностранных граждан. Немаловажная деталь. Если заявитель вносит платеж через портал госуслуг, сумма уменьшается на треть. За последнее время проделана колоссальная работа по информационному сопровождению услуги. На портале представлен контент на четырех иностранных языках – английском, французском, испанском, немецком. Планируется разместить и другие языковые версии. В итоге сроки получения услуги сократились, ее доступность выросла, а количество обращений увеличилось втрое. Чтобы определить, подпадает ли ваш документ под действие международных соглашений, на сайте организована экспресс-оценка. Давайте посмотрим, как же он работает. Выберем любую страну. Например, давайте возьмем Армения. Выбираем дату выдачи. Дальше выбираем строку наименования документа в образовании. Нажимаем «Показать результат». Как видим, с этим документом есть два международных договора, под которые этот документ может подпадать. Сервис позволяет приемным комиссиям вузов, работодателям, соискателям самостоятельно оценить уровень образования, что поможет ускорить прием на работу и в учебное заведение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова